МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путинский режим потерпит крах примерно в 2020 году. Политический кризис будет нарастать постепенно, благодаря серии протестов, которые уже происходят в России. В своем финале этот кризис будет напоминать украинский Майдан. Общество в РФ выйдет к такому состоянию, когда будет готово к масштабному протесту, чтобы поставить точку в российской драме. Кремлевская власть попытается подавить протест, но наткнется на саботаж со стороны силовиков. Локальные протесты пока все-таки единичные. Их не так много. Я предвижу, что в следующем году их станет значительно больше. И тогда в Москве и Петербурге тоже начнутся протесты. И они будут носить политический характер. А то, что мы называем кризисом элит или грызней башен, начнется очень интенсивно не раньше, чем через год, во второй половине 2020 года. В такой стране, как Россия, политические процессы проходят не очень быстро. Потому что есть определенная инерция. Люди очень боятся, они запуганы. Им трудно распрямиться и заявить о своих правах. Существует система административно-полицейского подавления. Она работает все хуже, идет в разнос. Но она пока еще существует. Власть создает иллюзию, что она очень мощная и грозная. А люди верят иллюзии. И для того, чтобы они перестали в эти иллюзии верить, им нужно пройти через некоторые этапы политического и даже скорее гражданского воспитания. В Украине формировалось гражданское общество. Были возможны самые разные типы протестов. В России протесты загнаны фактически под асфальт. Любые проявления общественного сознания здесь практически выталкиваются из людей. Это была довольно успешная стратегия, и людям трудно преодолеть ее последствия. Но это уже началось. Бунты начинаются как реакция на игнорирование, скажем, культурных интересов, свободы воли и изъявления, права защиты собственности земли и воздуха. То есть не имеют политической основы. В Архангельской области какую революцию они проделали? Пять лет назад они обращались в суд. Призывали местную власть к здравому смыслу. Потом они начали обращаться к Путину. Сейчас Путин для них ненавистный персонаж. Вот как в России происходит переход к политике. Это происходит в тот момент, когда выясняется, что первопричина это не просто чиновники и их жадность, не единичный сбой, а что виновата сама система. И что причина проблем находится в Кремле. Я предполагаю, что революция не исключена. Но это не значит, что она неизбежна. Она высоко вероятна. Она один из возможных сценариев политического кризиса. То есть в России начнется политический кризис. В 2020 году мы увидим это гораздо более четко и ощутим последствия гораздо лучше. Но каким будет финал кризиса? Будет ли он заключительной точкой эпилога? Мы пока не знаем. Будет ли это мирная революция? Будет ли революционный процесс, который мы наблюдали в Украине в 2014 году? Время покажет. Но кризис будет развиваться постепенно и займет не менее двух лет. И кризис будет развиваться не линейно, а будут подъемы и потом спады. И общество выйдет к такому состоянию, когда будет готово к масштабному протесту, чтобы поставить точку в российской драме. Заключительная часть будет очень напоминать украинский Майдан. В современном мире это наиболее эффективная форма борьбы и смены политической власти. Ну и вернемся к событиям минувшего воскресенья, когда в Москве и других городах люди вышли на уличные акции, как заявляли организаторы, против коррупции. В разных городах картина была разная. В 24-х акцию согласовали, и все прошло мирно. Где-то, как в Москве или Питере, организаторы отказались от предложенных альтернативных площадок и сознательно вывели людей на несогласованные с городскими властями маршруты. Понятно, что полиция делала свою работу. Надо сказать, по возможности, деликатно. Как минимум, уж точно нежнее, чем это обычно происходит в США или ЕС. Это, кстати, важно. Правоохранители заслуживают здесь благодарности. Если же вернуться к центральной теме, коррупции, то вообще еще нигде в мире коррупция не была побеждена на митингах. Уж сколько на Украине было митингов против коррупции. Разгул несанкционированных митингов довел страну до госпереворота и гражданской войны. А воруют на Украине все больше и больше. Коррупцию вообще нельзя победить в одночасье, неким экспресс-методом. Проблему решает нравственная эволюция общества в сочетании с последовательной линией правоохранительных органов. Если в обществе есть искренность, то в нем можно обсуждать и критерии этически допустимого. Например, нельзя требовать соблюдения одних законов, нарушая другие. Собственно, на это людей толкает Навальный, обманывая их, выдавая собственную нечестность за честность. Он спекулирует на острой для людей теме и намеренно ставит их в противоправную ситуацию, противопоставляя полиции. Но если для него самого это способ существования и бизнес, то для простых людей прогулка в автозаке и столкновение с законом явно не самый приятный эпизод в жизни. Более того, люди, не имеющие никаких намерений с кем-то толкаться, могут оказаться еще и в просто-напросто опасной ситуации. Ведь всегда в толпе найдется кто-то буйный, желающий при виде полиции полезть на рожон. В Америке бы такого могли просто пристрелить, а у нас нет. Но в сумятице, пока полиция будет брать провокатора под белые руки, может случиться все, что угодно. Кто-то развернулся резко, другой оступился, кого-то не так поняли. Слово за слово и риск фатального возрастает мгновенно. А кому-то лишь этого и надо. По принципу, чем хуже, тем лучше. Такое проходили уже и в России, и в мире. Знакомо до боли. Хорошо, что в прошлое воскресенье обошлось. Может, даже чудом. Так или иначе, суть происходившего тогда точно описал Владимир Путин, находившийся в четверг в Архангельске. Что до самой борьбы с коррупцией, то в стране она идет. И не безуспешно. Неприкасаемых нет. От министра федерального правительства до губернатора и мэра в список заведенных уголовных дел впечатляет. Сам Путин к теме относится бескомпромиссно и всегда искренне отвечает на все вопросы. Вообще, искренность для России особенно важная категория. Это то, что нас делает сильными. Когда из СССР стала уходить искренность и подменяться лицемерием, то стране не помогли никакие ракеты. Государство рухнуло. Опять же, искренность предполагает и право требовать друг от друга соблюдения нравственных правил, оформленных в законы. То есть, еще раз. Активная гражданская позиция хорошо, нарушение закона плохо. Закон позволяет высказывать свою позицию. И Кремль слышит ее. Как слышат и призывы США и ЕС всех задержанных за нарушение 26-го немедленно освободить. С Путиным такие заходы не проходят. И слава Богу. Акцию 26-го мы тоже решили в прошлое воскресенье не показывать. Точно так же поступили бы и наши западные коллеги. Говорим же о ней сейчас, поскольку тема за неделю разрослась. Точнее, ее раздули до неприличия. Небылиц наградили столько, что, похоже, к событию надо вернуться. Точнее, ее раздули до неприличия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...